Девушки отдыхают Нина Семеновна, пожалуйста, передайте маме перед отъездом. Пусть она мне наберет, хорошо? Передам. Сыни, применишься передам. Перед отъездом. Море звезд развелось подо мною. Серебристым хвостом я хрящу океан. Какие ворота, а? Нина Семеновна, вы еще не уехали? Только после вас! Вы еще долго будете сидеть в этой клетке, одноклеточная моя, а? Нина Семеновна, вам в туалет надо, да? Так выезжайте прямо на вокзал. Удобнее будет. Там, кстати, вход платный. Возьмите у меня мелочью кошельки, я разрешаю. Ну, раз там платный вход, у меня будет платный выход. Алло. Любушка моя, Дмитриевна, милочка ты моя! Ваш любимый режиссер. О-о-о, это кто? Неужели сам Мартин Скорсезе? Неужели он вспомнил про меня? Я дождалась. Режиссер Кукин, Томский драмтеатр. Извини, что разрушил мечту. Любушка моя, ты сейчас в Москве? Ну, предположим. Мы тут на гастролях. Бастрыкина отстала в Самаре от поезда. Ты русалочку помнишь? Выручай. Я ничего не слышал, где там вода шумит? Шумит, шумит. Русалочка, я всегда готова. Только я не уверена, что я влезу в хвост и в чешую этой вашей Бастрыкиной. Она же метр пятьдесят с кепкой у вас там, да? Ну, какая хвост, какая чешуя? Тебе же придется играть злую колдунью. Это что, я должна играть старуху в черном на черном фоне? Ты с ума что ли сошел? Я играю только русалочку. Ты слышишь меня? А колдунью пусть играет твоя Бастрыкина. Она на нее очень похожа. Любовь Дмитриевна, алло, ну выручай. Кукин, я тебе уже все сказала. Я играю только русалочку. Любовь Дмитриевна, алло. Чего тебе непонятно? Ведьму пусть играет твоя Бастрыкина. Она вылитая ведьма. Она же в Самаре. Как она может ее играть? По скайпу. Диана Губева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, как? Стрельцова! Проходите! Присаживайте, Стрельцова! Здрасте! 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 Инга, а у вас что? Добыча! Ну, это понятно, у нас тут у всех добыча! По методике какой? По Мухину! Стрельцова, проходите! По какому Мухину? Инга Олеговна, вы, видимо, чего-то не уловили, когда получали от меня задание. Точнее, самого главного не уловили. Этот рынок абсолютно не охвачен. И мой проект можно тоже отнести к добывающей отрасли. А если посмотреть... То есть, пылесосы вместо бровых? Ну, да. Послушайте, я думаю, что вы шутите, а вы, оказывается, серьезно? Российская нефть, российский никель, российский газ. А все это буквально перегружено инвестициями. Я же предлагаю инновационный проект. Российский пылесос. Неожиданно, дерзко, режет слух. Да, я это уже прочитал. Вот это и есть путь развития нашей успешной инвестиционной компании. Ну, не мешайте мне читать дальше. Да, дорогой мой, Эдуард Васильевич. Да, я ищу в ванной. Но я уже выхожу. Я перезвоню. Пока. Подо мной океан. Ну что, эта крыса меня закрыла? Ну, посмотрим, чья возьмет. Тупая сила Жека Или великая сила драматического искусства. Люба, а куда вы дели мои успокоительные? А что я с вами так выспалась, аж голова разболелась? А? Вас еще там в унитаз не смыла? Кстати, на семейном совете постановили, что домой едете вы одна. Я уже собрала ваши чемоданы. Как вы низко обо мне думаете. Но я не обижаюсь. В такие минуты всех надо прощать. Нина, и ты меня прости. Я теперь знаю, что мне делать. Я нашла самый правильный выход. Это даже очень хорошо, Нина, что ты забыла здесь свои таблетки. Потому что я всю ночь мучилась. Как лучше это сделать? Яд или кинжал? Спасибо, Нина. А детям это все равно. Потому что они так воспитаны. А внуков я доверяю тебе. Люба. Люба, ты что удумала, а? Прощай, Нина. Ой. Да, а что тебе, Кукин? Люба. Чего тебе? Я еще в ванной сказала. Выйду, позвоню. Ты чего там ворочешь, а? Любочка. Молитву, Нина, молитву. О, Бе-Мария. Люба. Погоди немедленно, Люба. Люба, погоди немедленно. Люба. Люба. Люба, прости меня. Люба. И вы утверждаете, что вы все хорошо прочитали? Да, все факторы. Инга Людмиловна, вы не начали с самого главного фактора. Я вас вот об этом не просил. Я привык, чтобы мои сотрудники выполняли все мои указания. Шеф, сегодня явно не в духе. Я вас попросил сделать расчет о добывающей промышленности. А вы мне что? С этими пылесосами? Есть разница между инициативой и самодеятельностью, а? В нашей компании это неприемлемо. Я надеюсь, ясно выразился. Да, конечно. Вы свободны. Да, и пригласите следующего докладчика, пожалуйста. Ну как? Лучше не бывает. Стрельцова! Заберите свой отчет! Стрельцова! Веренитесь, заберите свой отчет. А смысл? Пусть лучше его забирает тот, кто останется здесь работать. Всего хорошего. Так, внешне, внешне, я... Ромашка подкрутила. Сейчас, я вам! Так, внутрь иди. Здравствуйте. Я Кукин. Приехал забрать русалочку. Вы что там? Совсем озверели? В своем похоронном бюро за русалочкой он приехал. Давай вас всех покорольщиков переживем. Вот тебе. На, куси, выкуси. Давай, беги. Беги за помощью. За какой помощью? За скорой, Боров. Люба! Люба! Катафалк уже приехал, Люба! Первый раз на собеседование требует полный список семьи. А скажите, это действительно важно? Конечно. Мы через семью воспитываем корпоративный дух. По пятницам у нас все сотрудники вместе с членами семьи бегают кросс, играют в бадминтон, купаются в проруби. Словом, активный образ жизни. О, прекрасно. А вы что, в проруби не плаваете, а? Да, конечно, плаваем. Вы что, из проруби просто не вылезаем? Мама, теща, дети, эх. А вот с бадминтоном сложнее. Ну, что? Мы вас подтянем. Угощайтесь. Заварю. Спасибо. И главное корпоративное правило. На нашей фирме мы питаемся только нашей продукцией. Скажите, а лечение оплачивать? А медицинская страховка, к сожалению, в соцпакет не входит. Приятного аппетита. Спасибо. Хочешь? Хочешь, я уеду, и ты будешь жить одна в этой комнате? Хочешь, я уйду, и ты будешь жить одна в этой комнате? Люба! Баба, ты чего? Опять ручка отвалилась. А Дениска так на прошлой неделе полдня в ванной присидел. А где баба Люба? Не надо вам этого видеть. Что именно? Как баба Люба делает маникюр? Нина Семеновна, вы как это принесли сюда? Так это теперь унесите туда, обратно. Вы сами только что клялись у дверей, что эта комната будет моя. Я крелась, потому что я думала, что вы не здесь, а вы там. А тому, кто там. И не такое можно наобещать. Но вот этот спектакль я вам никогда не прошу. Какой прекрасный комплимент. Я действительно не репетировала. Мне сегодня выходить на сцену. Вас никто за язык не тянул по поводу этой комнаты. Я держала театральную паузу. Что? Бабнин, ты больше стулом не будешь дверь подпирать? Я его заберу, мне уроки делать. Конечно, конечно, моя девочка. Увози. Забирай. Не жалко. Все. Все. Искусство стулом не подпереть. Боже мой, какое счастье. Моя звездочка. Какое счастье, что вы все-таки живы. А я уже собирался звонить к Голубинске. Ну, вы знаете, какая я лидера. Насколько я понимаю, с вызовом погорячились. Да. То есть нет. За пять минут. До театра дамчу. Вы издеваетесь. Двойной тариф. Тройной. Мы, 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 мы не такси, мы скорая. Разрешите, Кукин? Доктор, я никогда еще не ездила на спектакль в скорой. Пора начинать. Вот. Только руками в салоне ничего не трогайте. Я свяжу ее. Да. И в окна не усовывайтесь. Голубинская сдохнет от зависти, когда увидит меня в скорой. А, связано. Нет. На нашей фирме питаться вы можете, чем хотите. А вот совместный корпоративно-семейный отдых, ну, там, знаете, прорубь, баня, марафоны. Все за бред. Вы прекрасная компания. И мы так считаем. И наш учредитель так считает. Кстати, крупнейший в Японии производитель боевой робототехники. Итак, ваше резюме нас заинтересовало. Но на собеседовании у начальника придется проявить кое-какие навыки. Я готов, готов. Навыки? Какие? Точно сказать сложно. Как правило, нужно продемонстрировать технику с чем-то кан, годзюрю, ну и, конечно, джи-джитсу. Это что ж драться надо? Ничего не поделаешь. Традиции. Я не, 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 не. Крой! Потрясающе! Потрясающе! 14 раз вызывали нас. Вот это потрясающе! Талант, золото нахуй! Не, 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 не. Ну и обычный слуга. Жить помни. Ой, даму, 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 даму. И вот себя, давай! Ой, даму, 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 ай, даму, даму, даму. Ой, даму, даму. Куда горшок понесли? Шампанское. Льда нету? На кухне. Так, а ну-ка, Ромалы! Ну-ка, давайте все дружно. То же самое, только по кругу. Вытирая ноги! За мной! Пошел! 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 Утирай ноги! Хорошо! Пошел! Следующая! Хорошо! Хорошо! Ай! Хорошо! Ты посмотри! Давай! Давай! Хорошо! Давай! 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 Откаражем! Welcome to the crazy house! Да, ты мне по телефону сказал про сумасшедший дом. Я думала, ты преувеличиваешь. А я преуменьшил. Я вот только не пойму, откуда в детской сказке «Русалочка» появляются цыгане. На правду бабушек это тоже совсем не похоже. Вообще-то я с тобой совсем о другом хотела поговорить. Ты зачем мне вчера про пылесосы сказал? Подставить меня хотел, да? Да я просто тебе предложил альтернативу. Я знал, что это будет качественно просчитанный продукт на альтернативную тему. Мухин, не сочиняю. Тебя все-таки уволили. Ну зачем так грубо? Просто предложили начать новую жизнь. А я подумала, а чем меня старое не устраивало? Завтра утром, как раньше. Я разбужу детей, приготовлю им завтрак, отведу их в школу, пообщаюсь с учительницей. Она вспомнит, как было хорошо, когда я возглавляла родительскую тройку. А я снова соглашусь ее возглавить, потому что у меня снова появилось время на детей. И все благодаря твоим пылесосам, Сережа. Ну ведь ему я правда что-то гениальное придумал, спрашиваю. Да хотя, чему тут удивляться? Вон Неделеев. Он тоже свою таблицу во сне придумал. А? Ну что? Отпразднуем возвращение Бадулая. Тем более цыганя-то вон за стенкой. Хотите тортика? Ваш режиссер, между прочим, вообще меня принял за домработницу. Не обращайте внимания, он ненормальный. Да. И на те дифферамбы, которые он пел, тоже не обращайте внимания. А, нет, это всерьез. Всерьез. Да. Слушайте, ну все же тортика. А то вы весь вечер вели себя, прям как домработница. Прям неловко за вас было. Слушайте, дорогая моя, не нарывайтесь. Вы, кажется, сегодня хотели помереть. Пойди сюда. С вами Инга ничего не говорила про наш отъезд? Нет. А с вами? И со мной нет. Вот это и странно, это на нее не похоже. Это она у вас научилась держать театральную паузу. Вот этого я очень боюсь. Меня всегда пугает неизвестность. А то, что вы поверили в мой уход, так спасибо вам. Это лучше всяких аплодисментов. Ну, значит, жить будете долго. Надеюсь. Правда, не в этой квартире. А вы не в этом городе. Сварить тебе кофе? Нет. Уж чего-чего. А в собеседованиях кофе предостаточно. А ты еще. А я думала, мы уже экономим. Да, слушаю. Кажется, я снова работаю. Погоди, погоди, а как же вытереть детям носы, проводить их в школу, поговорить с учительницей, возглавить родительскую тройку в конце концов? Молодец. Ты все правильно запомнил. Про тройку можешь вычеркнуть, а в остальном действуй. Нет. У меня сегодня собеседование. Ну, хорошо. Ты можешь хотя бы детей в школу проводить? Слушай, а давай это кто-то из бабушек сделает. Так они обе дома останутся. А так все по технике безопасности. Запал отдельно. Зарчатка отдельно. Ну, хорошо. Будем считать, что ты меня убедил. Мне быть таким убедителем на собеседование? На первое борщ с говядиной, на второе голубцы вместо компота бульон, а на десерт у нас пойдут пирожки с ливером. Мясо, мясо, мясо. Эх, Нина Семеновна, Нина Семеновна, просто интересно, кого вы больше ненавидите, животных или внуков? Как этот полезнейший продукт может навредить нашему здоровью? И как правильно выбрать батон, чтобы этого не произошло? Следует категорически избегать хлеба или генеровный хлеб. Свежий хлеб – это визитная карточка от личной хозяйки. Продукта высокой человеческой. А никого нет дома. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Нет. Помню, Якутск, да, помню, то же самое. Нет, сейчас нет у меня больше кипятильника. Так что мне, автомат? А что это, где он, автомат? На щитке? А щиток где? Я, значит, внуков в школу отвела, пришла, звоню, 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 звоню. Что ж вы не предупредили, что у вас с годами проблемы со слухом? Я не ждала вас так рано. Я репетировала, я восстанавливала кое-что в памяти, освежала. О, то есть у вас и с памятью проблемы, да? Слава богу, со зрением вроде пока еще... Вы отсутствие света заметили сразу. У вас дверь захлопнулась. Это вы меня заговорили. Вы, у меня ключей нет. У меня ключей тоже нет. А потому что, милая моя, вот здесь вместо розавы надо носить на веревочке ключик от квартиры. У меня, между прочим, там на плите борщ и голубцы. Надеюсь, вы не забыли прикрутить огонь. Я помню о вашей просьбе. Минут 15 у нас есть. Но я не прикрутила. Уж что вы стоите как декорацией? Давайте, звоните в МЧС. У меня нет телефона. Один, один, два. Даже ребенок знает, давайте. Может быть, у вас есть телефонный аппарат для меня еще? Да-да. Олег Константинович, разрешите? Ба, это тот самый креативный и целеустремленный, умеющий работать в команде, Мухин Сергей Петрович. Это я. Да у меня таких целеустремленных, вот, целая пачка. Причем, все как под копирку. А мою не под копирку. Это интернет. Ctrl-X, Ctrl-V. Откуда надо вырезал, куда надо вставил. А почему вы считаете, что именно вас я должен взять на работу? Олег Константинович, давайте, пока вы не начальник, а я не подчиненный, поговорим с вами как мужчина с мужчиной. Ну, давай. Здрасте. Здрасте. Я к Олегу Константиновичу. Олег Константинович занят. Ну, как же, он меня именно на это время назначал. Да? Да. Ну, тогда проходите. Угу. Присаживайтесь. Обычно это недолго. Это четвертое собеседование за сегодняшний день. Если здесь нет, то все. Мне нужно будет вернуться домой, а там теща, которая к себе никак домой вернуться не может. Теща. А как же умение работать в команде? Если ты с тещей дома не можешь ужиться. Ну, договаривали же. Как мужчин с мужчиной. Ну, да, да, да. Хорошо, Мухин Сергей Петрович. И я попытаюсь тебе помочь. Алло. Да, да, да. Подожди, сейчас, секундочку. Спасибо, пожалуйста. Часто. Давай, давай, давай. Ну, вот и посмотрим, как Роскосмос разбирается в перспективных проектах. И твоя задача определить тех партнеров, от чьих услуг мы можем отказаться. Документы получу у моего помощника. Угу. Понял. О, как раз вы вовремя. Прошу вас. Если бы я знала, что вы так долго будете нас снимать, я бы поставила спектакль на запись. У нас же не супергерои работают. Пока спасатель спустится на страховки. Пока балкон открыт. Ой, ой, знаем эти страховки. Предупреждаю. Я все ложки пересчитала, сень Ронти. Что? Вот. Все, что спас. Остальное на потолке. Значит, куда? А на борщ забыла посолить. Варвары! Ах, же ж варвары, а! Ты посмотри, что же это! Кхе-кхе-кхе! Кхе-кхе-кхе! Называется, приготовила обед внукам. Что вы так разнервничались? И без вас бы я прекрасно приготовила. Не, сосиски в раковине. Или в вашем бродячем театре появились новые блюда? Нет. А знаете, почему что? Потому что кому-то понадобилось вырубить свет. А что это вы взяли, что его кто-то вырубил? Догадалась. Да? Предлагаю. Что? Свалить все на Дениса. Ему влетит меньше, подкупить его проще. Не обольщайтесь. Свалить придется нам с вами. Потому что ваша дочь пожар нам не простит. Предлагаю. Что? Купить новую плиту. Возражения не принимаю. Это еще странно, что сосед не примечался. Должно быть, задохнулся. Вы прям мои мысли читаете. Ну так что насчет плиты? Я согласна. В вашей тестовой работе я посетил одну главную мысль. Хватит кормить чужого деда и переплачивать за бренды. Вообще-то мысль довольно банальная. Я от него вообще хотела отказаться. Но, тем не менее, она нам дорогого стоит. Хватит кормить чужого дядю и переплачивать за бренды. Сегодня я принял решение создать новую инвестиционную компанию. И именно вам хотел приложить нам работу. Но в моем проекте были и другие смелые идеи. Ну, не напоминайте мне об этом. Я готов это забыть. Ну что, к делу. Вот наш с вами контракт. Ага. Изучите у нас с вами встречи с нашими партнерами. И меня не интересует ваше мнение как бухгалтера. А вот как нового финансового директора компании было бы любопытно. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Олеговна, вот это вот ваш кабинет. Можете приступать к работе? Спасибо. Олег Константинович, я готов. Я знаю, от каких проектов нам стоит отказаться. Вот. Верно. На каком основании принимал решение? Ну, интуиция подсказала. Ты у меня работаешь. Благодарю, Олег Константинович. Алло. Ну что, я принимаю поздравления? Я снова работаю. Так что вечером с меня в ресторан. Поздравляю, созвонимся. Говорить не могу, много работы. Инфузория туфелька – это простейший организм, который размножается путем деления. Умница, молодец. Ерохин, садись. Пять. Идем сюда. Тихо, звонок для учителя. Свистунов, открыли дневники, записываем домашнее задание. Так, ну-ка сели по местам. Свистунов, отдай немедленно очки Ерохину. Вера Антона, позвольте? Пожалуйста, Наталья Ивановна. Итак, завтра у нас намечается поездка в Краеведческий музей. Есть желающие? Так, Ерохин, Андреева, Свистунов. Всего трое? Нет, Наталья Ивановна, я это, выйти. Потерпишь. Значит, я понимаю, желающих только двое. Здравствуйте, Виктория Юрьевна! Здравствуйте, ребята. Садитесь. Прошу любить и жаловать Маша Комаровская, наша новая ученица. Надеюсь, что вы с Машей очень быстро подружитесь. Ну, Машенька, присаживайся вот на свободное место к Ерохину. А мы вернемся к нашему вопросу. Кто идет в музей? Надо же, какой дружный класс. Вы знаете, иногда сама удивляюсь. Так, можно выйти? Утром безработная, в обед ценный сотрудник. И на какую сумму ценный? Ну, это я еще пока не прочитал в глазах начальника. А мне кажется, ты говорил про какую-то начальницу. Есть и начальница. Только устроилась. Я ее еще не видел. Надеюсь, завтра познакомится. Молодая? Ревнуешь? Сначала надо посмотреть, а потом я смогу сказать, ревную или нет. Начальник. Алло? Ты где? Обедаю. Приятно. Спасибо. Намечается согласование инвестиций в новый проект. Так что ты у нас, как технический эксперт, должен обязательно повстречаться с нашим финансовым директором. Так что, давай, не задерживайся. Она у нас женщина строгая, не любит, когда опаздывает. Угу. Понял. Давай быстрее. Прожуй. Я побежал. Мм, доешь. Финансовый требует. Та самая? Ну да, не любит, когда опаздывает. Понимаю, я сама не люблю. Только для жены Мухи надо делать исключение. И вот так этой вашей и передашь. Ешь. Ешь. Так, порядок на месте преступления мы навели. Осталось уничтожить улики. А что это у меня в квартире дымом воняет, а? Свидетели тоже будем убирать? Вы сначала у меня в квартире уберите. А то стены после потопа до сих пор не просохли. А я, между прочим, не хиандр в аквариуме жить. Слышь, хора гланды драть. Потоп мы тебе сейчас ликвидируем и компенсируем. Ты это, натуры возьмешь. Не подходите. Не подходите ко мне, не надо. Да ладно, размечтался. Вот. Плиту забирай. Между прочим, все по-честному. А на кой она мне такая? Между прочим, я такую позавчера на мусорке видел. Дырагуша, это новая плита. Ее просто помыть чуть-чуть. Не, не пойдет. Плита у меня и своя имеется. Мне бы лучше деньгами. Имеется, говоришь? Да. Ладно. Вы чего это задумали, а? У тебя есть минут сорок. Можешь принять в ванну. Потому что через сорок минут ванной у тебя больше не будет. Ой, будешь, что творится? Ой, потоп! Ненавна, я согласен. Я согласен. Тащите. Что значит тащите? Пока вы тут торговались, у нас условия изменились. Теперь у нас самовывез. Прошу. Вот это правильно. Галя Гаврин. Вот вам документы на подпись. И позвольте вас познакомить с нашим новым техническим консультантом. Проходите. Опоздание 20 минут. Я вам на сколько назначала? У меня уважительная причина. Я с женой обедал. Оставьте нас. Ты что здесь делаешь? Работаю. Здесь я работаю. Это я понял. Табличку на двери прочитал. О, Господи. Получается, ты технический консультант по инвестиционным проектам? Шефу очень понравилось мое резюме, которое я у тебя передрал. Только фамилию справил. Хорошо, хоть это догадался сделать. А ты знаешь, какое у нашего шефа главное правило? Какое? Родственники в одной компании работать не могут. Если узнает, уволит обоих. Не узнает. Я мастер конспирации. Я мастер конспирации. Олег Константинович, у меня есть сомнения в компетентности нашего технического консультанта. Индия Олеговна, напрасно. У него великолепное резюме. Вы смотрите, чувствуется целеустремленность, готовность работать в команде. Такое ощущение, что все это я где-то уже читала. Но он и не скрывал, что это списал. Кстати, его откровенность мне тоже очень нравится. Извините, Инга Олеговна, можно вас на минутку? Это по поводу инвестиций. Спасибо. Ну что, мастер конспирации, подставить меня хотел, да? Что за бред по поводу инвестиций? Ты собиралась инвестировать в нашу новую кухню? Нет. И я нет. А вот Алиса позвонила и сказала, что у нас на кухне новая плита. А старая где? Я задал тот же вопрос. А подождите-то, там же наши... Мама! Мама, где старая плита? Выбросили? Да. Как выбросили? Зачем выбросили? Мама, бабушки старую плиту соседу отдали. Но просили не говорить. Соседу? Здравствуйте. Вы, Юрий? Наша плита у вас? Какая плита? Нет. А я ее на мусорку сразу улетел. Так а сверток там был, в духовке лежал. Где он? Не знаю. Нет там никакого свертка. Все баки обшаривал. Похоже, уехала наша плита на свалку. Вместе с ней и наши денюжки. Какие деньги? На машину. Которые мы, мама, в плите прятали. Уже приходили? Духовка на мусорке? Свердка не находил? Не приближайся ко мне. Когда ты рядом, я не могу с тобой совладать. А я не собираюсь. Я с собой борюсь, милая, милая, милая. Бери руки, козёл. Взяла? Есть! 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 Всё, всё, этот скандальный ролик завтра взорвёт Ютуб. Отлично. А что такое Ютуб, а? Ну, я задала тот же самый вопрос вчера. Нет, честно, все знают, он нам выложит бабки за это. Ну что, переходим к плану номер два. Значит так, давай. Давай-ка ты сюда. Знаешь что, соседушка, ты жаловался, что тебя затопило? Так вот, считай, что это грибной дождик прошёл. Настоящие тучи ещё только сгущаются. Деньги давай, я вратный день! Какие деньги? Какие деньги? Я не знаю я ничего. Не знаю. Нина Семёновна, а может быть, паяльником? Вы, наверное, умеете. Держи. Ладно. 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 Ну, лопухнулись. Ну, бывает. Ну, признаём. Предлагаю в обмен на деньги машину. Смотри. Смотри. Подарок детям хотели сделать, а? Вот. Авто у подъезда. Хороший возводит. Смотри. Смотри. Смотри, слушай. Чпок. Опа. Чпок. Тринкс. Видал? Думай быстрее. А то обстоятельства могут поменяться. Чё, правда, да? Чистый импорт. А где техпаспорт? А где обычно? Где у вас техпаспорт? О. На месте. Ну, так. Коноплёва Зоя Леопольдовна. А это кто? Вот. Так вроде тогда в протоколе другое имя писали. Артистка. Ну, понимаешь, да? Псевдоним. Ага. Ну, вы давайте, давайте. Пишите. Доверенность-то пишите. Зоя, что ж вы застыли? Давайте, доставайте, там, что-нибудь пишите. Сейчас. Да я там, это, никак не могу к вашему настоящему отчеству привыкнуть. О. Ну, вот скажи мне, что нам делать с нашими бабушками? Двадцать-двадцать. Я предлагаю. Простите. Вот не умеют они деньги прятать, а? Не надо было их отдавать. Надо было самим спрятать, а потом сказать, где. Инсимэма, давайте выпьем за наш талант решать проблемы. И за ваш талант их создавать. А кто свет вырубил? Да. А кто огонь не убавил? А кто дверь закрыл? А кто плетут соседу? Вот, вы. Я? Я. Вот за это. Ну, ласточка, за тебя. Чего? Ничего. Я смотрю, машина грязная. Чё купить хочешь? Так я книгам предпродажную организую. Ты чё машину не помыл? С какого это я её мыть должен, а? Погоди, был договор. Приходили ко мне две бабки из одиннадцатой квартиры. Сказали, что у тебя денег на операцию нет. У меня. Я ж вперёд заплатил. Где помытая машина? Давай, вылезай. Время пошло. Не пойду. Вылезай, я сказал. Не пойду. Давай, вылезай. Вылезай, я сказал. Вылезай. 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok